Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Если слышите, гремит так, что аж всё сотрясается. А ещё только с утра мы трансформировали и трансформировали всё, что уже отжило, всё, что уже устарело. Поэтому, наверное, гремит и скоро польёт ливень. А я вам предлагаю сейчас тему «Ангелы Сириуса. Соединение. 8 августа 2021 год». Дорогие, пробудитесь, время пришло. Так называемые «Ливинные врата» снова на Земле в это время вашего 8-8. Каждый год, когда звезда Сириуса соединяется с порталом, которым является Великая Пирамида Гизы. Однако, дорогие, вы можете не знать, что все вы – сияющие пирамиды света, которые можно настраивать и активировать вашей собственной связью с Сириусом и частотами света и гармоник в это время и в любое время. Особое время уделяется именно этому времени на вашей планете. И это хорошо. И хорошо, когда вы соединяетесь с другими существами света на вашей планете в медитациях в определенное время года. Но, по правде говоря, это не имеет значения, когда и как вы соединяетесь. Нет времени. Время было конструкцией, изобретенной человеком для осмысления своего внешнего мира. Но во внутреннем мире времени нет. Важно то, что вы соединяетесь в своем сердце, в миролюбивой вибрации со всем, что есть в каждый момент вашего времени. Мы все являемся частью единого, истинного Бога. И поэтому нет разделения. Вся планета Земля движется из частоты третьего измерения в частоту света и любви в пятое измерение. Как мы уже много раз говорили ранее, вы все переходите с углеродной на кристаллическую структуру. Сущности, основанные на углероде, не смогут существовать даже в пятом измерении. Вознесение существует для всех здесь и сейчас, когда вы соединяетесь с ним. Некоторым это может показаться далеким, но знающие люди уже существуют в пятом измерении, которое является настоящим раем на земле. Каждый из вас может войти в это божественное состояние по своему усмотрению. Вы все работали над своим разумом, телом, духом и развивались в своем собственном темпе, чтобы достичь этой нирваны. Не ругайте себя, если чувствуете, что вас там еще нет. Каждый поднимается со своей собственной скоростью. Некоторые быстрее, чем другие, но мы повторяем, что каждый вознесется. Каждый просыпается в свое время и в своей скорости. Вы, как работники света, читаете эту информацию, так сказать, у забоя. Вы проснулись раньше, чем большинство населения, но не бойтесь, каждый проснется в свое время. Вы, дорогие, являетесь частью плана. Вы пришли сюда, так сказать, возглавить процесс. Вы пришли сюда специально, чтобы принять свет, чтобы другие последовали за вами. Вы собираетесь в свои группы, как мощные маяки света, за которыми должны следовать другие. Не бойтесь, дорогие, что бы вы ни делали, будь то демонстрация на улицах, говорение своей правды другим в письменной форме, трансляции или лично для друзей и семьи, или просто сидя и удерживая свет. Вы все делаете потрясающую работу. Для чего вы все пришли сюда? Многие из вас обеспокоены тем, что частоты могут нанести вред, и многие изобретения приходят в свет, чтобы защитить вас от так называемых вредных частот. Однако, дорогие, помните, что величайшая защита от любой так называемой вредоносной частоты – это вы сами. Работа над собой, чтобы стать сияющими маяками света – это величайшая защита, которую вы когда-либо могли получить от любого так называемого зла или зла, брошенного на вас. Ваша собственная сила внутри вас. Ваша собственная вера в святую силу внутри вас. Как части Бога – самая мощная защита, которую вы когда-либо могли иметь. Никто или ничто не может навредить вам, если вы этого не позволите. Помните, что вы сейчас кристаллические существа, и поэтому больше нет никакого вреда, который мог быть причинен телу на основе углерода. Теперь вы – скала, вы – свет, вы – суверенные существа. И поэтому, если вы доверяете и верите, ничто не может навредить вам. Это страх причиняет вам вред. Не бойтесь ничего и никого. И знайте, вы все сильны, дорогие. Когда ты идешь сквозь шторм, держи голову высоко и не бойся тьмы. Слова одной очень известной песни. Итак, дорогие, проходите сквозь шторм и высоко держите головы. Не бойтесь никого и ничего. Все будет хорошо. Это ваша собственная внутренняя защита. Знайте, что вы мощные, суверенные существа, и никто не может навредить вам, если вы не позволите ему это сделать. Будьте сильны среди всех страхов и сомнений, и знайте, что вас всегда окружает эта защита. Временами может быть шторм, когда вы путешествуете по водам. Но помните, что в конце шторма это красивая радуга и мир, который превзойдет всякое понимание. Как всегда, дорогие, мы здесь, чтобы помочь вам сориентироваться в этот раз. Обращайтесь к нам за помощью и защитой. Но знайте, что вы те, кто помогает человечеству вознестись. Вы те, кто меняет планету. Вы – будущее. Доверяйте и верьте. Все хорошо с планетой в ваших руках, дорогие. Мы посылаем вам много любви, много благословений в этот день врат львов. Мы – Сириус. Маленькое дополнение. Льет дождь, гром, разрывает небо. И ведь это мощнейшее очищение самой земли. Я записываю гром. Гремит так, что, наверное, пригибаться надо. И после дождя мы все знаем, и после грома мы тоже все знаем, что разряжаются все ментальные тела, все придумки, иллюзии, нагромождения человеческих трехмерных мыслеформ, которые являются незрелыми и которые после дождя и грома трансформируются. Поэтому дышите свежим воздухом после грозы. Всем активной перезарядки в портале солнечных львов 808 или до 12 августа. Пожалуйста, медитируйте с нами. Медитируйте с планеты Земля, заземляйтесь, будьте в активации и просите высшие миры о перезагрузке, об активации и об инициациях. Если у вас выстроена Антахкарана, у вас все получится. Если вы еще не пробудили в себе внутреннюю силу, то приобщайтесь к большой человеческой семье в кристалле любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok